Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 47-й главе книги пророка Иезекииля. В 47-й главе пророк видит нечто удивительное, вот поток из Иерусалимского храма, и это образ, который довольно прочно вошел в апокалиптическую традицию, ну и, если хотите, вообще в богословие, в первую очередь библейское богословие. Дело в том, что, собственно, с географической точки зрения нету там такого потока, который описывает пророк, выходящего с правой стороны храма. И, собственно, поэтому разговор об этом потоке превращает все то, что прежде было сказано о храме, народе, жертвах, князе, восстановлении Израиля, которое превращает в некоторый возвышенный символ будущего века. С одной стороны, там все четко и точно, он описывает прямо с цифрами и с измерениями, а с другой стороны, ну вот этот вот поток, источник воды живой, выходящий из-под храма, ну его же в реальности-то нету на этой горе, значит, все, что перед этим сказано, это вероятно, ну принято, по крайней мере, думать, и некоторая своеобразная икона Царства Божьего. Ну вот, теперь муж, измеряющий и водящий Изекииля по этому будущему храму, показывает ему этот поток воды, текущей из правого бока храма, поток, который чем дальше, тем становится полноводнее. Ну смотрите, вода живая, конечно же, особенно вот в такой, фактически, пустынной местности, в те времена, совсем пустынной, засушливой, почти невозможно было обрабатывать и жить на ней, вот этот вот поток воды сразу превращает эту землю в нечто пригодное для жизни. Прямо действительно вода живая, такой символ жизни, очень ясный, абсолютно ясный символ жизни. Здесь не там какие-то воды моря, которые дошли до души моей, здесь мертвыми называют воды соленые. Нет, этот поток живой пресной воды, как прямо поток самой жизни. И он выходит из храма, из святого святых, из-под храма. Ну вот, это важная картина. Собственно говоря, присутствие Бога среди своего народа и является источником нашей жизни. Потому что, как мы с вами видели в предыдущих главах, наказание не приближаться к Богу, награда приблизиться к Богу, присутствие Бога есть источник жизни. Сам Господь дает этот поток жизни. Соответственно, не где-нибудь он дается, а именно в Иерусалимском храме. По крайней мере, до тех пор, пока не прозвучат слова Христа о том, что не на сей горе и не на той горе будете поклоняться, а поклоняться будете в духе истине. И тем не менее, даже для апокалипсиса Иоанна Богослова, вот этот образ живого потока, выходящего из-под храма, он сохраняет свою актуальность как символ жизни. Ну и, конечно, обращает на себя внимание то, что чем дальше, тем шире и глубже, и полноводнее становится этот поток. Воды выходят из храма и наполняют всю землю, и по берегам его листья не увядают, плоды не истощаются, плоды используются в пищу, а листья на врачевание. Вот цветущий райский сад, земля превращается в удивительное пространство жизни, потому что вот этот поток живой воды исходит из места присутствия Бога. Из места присутствия Бога. Ну и, соответственно, если ты нуждаешься в этом живом потоке, то ты к Богу и обращаешься. Теперь вторая же половина говорит о границах территории народа Божьего. Ну и, собственно говоря, здесь и колено Израилево, и почти все населенные пункты либо исчезли, либо изменили название. Ну, немногие, по крайней мере, удается идентифицировать. Но важно, пожалуй, и сам факт, что пророк все в том же видении проводит четкие границы земли народа Божьего и говорит, вот эту землю разделите на уделы по жребию в наследие себе. Ну, вроде все понятно. Ну и тут есть нечто заслуживающее пристального внимания. Потому что пророк говорит, разделите эту землю в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. Они должны считаться наравне с природными жителями. То есть, земля разделяется между коленами Израилевыми. Но если люди, чужеземцы, из других этносов, живут вместе с израильтянами на этой территории некоторое время и родили на этой земле детей, они тоже должны участвовать в разделе земли. И их жребий тоже среди земель народа Израилева и надо дать им наследие их. Ну, в общем, в 20-м и 21-м веке мы наблюдаем на этой территории ну, скорее, прям противоположный подход. Вот, ну, не нам с вами оценивать, но, тем не менее, вот Слово Божье говорит, ну и что, что он чужеземец. Он здесь живет, родил детей, участвует в наследии твоем. На самом деле, конечно, важно, что этническая сторона дела, кровь, происхождение, вот это вот все, для Библии оказываются очень второстепенные вещи, очень второстепенные. неожиданно вот в таких деталях это вспыхивает. Вот он, чужеземец, и он имеет наследие с тобой и удел в твоей земле, потому что он здесь живет и здесь родил детей. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова